Мужики, всем здорово, с вами Михалыч. У нас сегодня очередная посылочка. Но, как вы уже догадались, это немного необычная посылочка. И, возможно, даже эта посылочка откроет новую рубрику, там, подарки от подписчиков. Но я, пацаны, не знаю, как это принимать. И вот честное слово, когда тебе что-то отправляют бесплатно, на моем случае, я просто не знаю, как это принять. Одного слова спасибо там не хватает. Именно поэтому Пете, который отправил все то, зачем мы сейчас поедем, я через месяц, как у меня появится денежка, отошлю стикерпаков 5-10, может, еще даже больше. Ну, в общем, за такое я очень благодарен. К несчастью, стикерпак это то самое, что я единственное могу отправить. Все остальное у меня либо занято, либо его вообще нет. Ладно, мужики, не будем сейчас о грустном, только о веселом. Мы договорились с Мекселом встретиться на таком пожилом месте, называется Кристалл. Встречаемся там и едем уже за посылочкой. Я уже вышел и иду навстречу Максимке с Мекселом. Мы договорились встретиться буквально через 10 минут на Кристалле. Это у нас такое пожилое место. Скажут сразу, вы наблюдаете редчайшее событие того, как я иду пешком. Я никогда не хожу пешком, всегда езжу на велосипеде. Для тех, кто не в курсе, какие у меня траблы с колесами, сейчас я вам покажу. Просто у меня сейчас пробиты из четырех колес, включая мой BMX, у меня пробиты все три. То есть, вот это раз, сушится вот такая вот заплатка для BMX. Окей. Вон там полдня под столом лежит камера от МТБ. От заднего колеса. И непосредственно от переднего, вот она здесь, тоже заклеивается, сушится, чтобы это, чтобы наверняка. И это все здесь лежит уже полдня. Я уже так, мне так это все достало. Ну, думаю, то, что приклеится добротно. Ну, в общем, ни словом, у меня с колесами полная беда. И то, что нам пришло, как раз-таки именно для этого. Это все, это как спасательный круг. Этот круг мне прислал Петя, один из моих подписчиков. Вот он, черт, едет. Сейчас мы с ним поедем на руле прямо до почты. Будем проверять ее работу. Добро пожаловать, добро пожаловать. Как ваши дела? Нормально, живы? Мы шли уже с таким хорошим настроением забирать это все дело и делать на это все обзор. Но получилась такая штука, того, чего не ожидал ни я, ни Мэксуэлл. Сейчас вы сами все увидите и поймете. Санитарный день. И сегодня что? Воскресенье, суббота? Понедельник. Какого хрена? Ну, санитарный день. Дерема. Че, вновь жрат, хуй? Да, все, пацаны, всем до свидания. У нас санитарный день. Завтра будем пробовать проломиться еще раз. Надеюсь, у нас все получится. И вот так, прикинь, вот у меня вот так всегда и все вообще абсолютно. Из четырех колес три пробиты. И тут еще вот это вот санитарный день. Нахрена вам мне нужен этот санитарный день? Я хотел посылку забрать, мне санитарный день подсовывают. Санитарный день. Идет второй день, как мы пытаемся забрать эту посылочку. Думаю, сегодня это будет успешно. Вот так это примерно все выглядит. Видите, вот эту круглую форму? Это означает то, что там что-то с колесами. Одним словом, сейчас домой приедем, распакуем, посмотрим что-то. Пока что это упаковано лучше, чем в Хелл Райде. Видал, мешок из-под картошки? Пришлось сделать небольшую остановочку, уж слишком эта штука тяжелая и вести ее неудобно. Вот как раз таки для этого прицеп и нужен. Вот без прицепа такую возить это беда. Субтитры сделал DimaTorzok. И чтобы вы понимали, вот этот вот кулек небольшой, я затаскивал по отдельности с велосипедом в лифт, потому что оно просто там не вмещалось. Эта посылка весит в совокупности почти 5 килограмм. Что там? Мне говорили, но я не помню. Поэтому для меня это будет таким же сюрпризом, как и для вас. Я, пацаны, наверное, никогда не привыкну, что мне что-то присылают бесплатно. Я вообще, я провожу стримы на своем лайв-канале. И знаете, когда мне присылают до тех же 50 рублей, 60 рублей. Мне кажется, одного спасибо недостаточно. А тут мне 5 килограмм запчастей. И что мне сказать? Спасибо? Я не знаю. Я помню в молодости даже сам пацанам шатуны отдавал, болты от шатунов. Но сейчас у меня мало что осталось. И почему-то подарки начали приходить мне. Но я не представляю, что я такого мог сделать, что мне вот так бесплатно что-то приходит. Петя, который мне это все отправил, он практически 3 дня меня уговаривал на то, чтобы это все дело отправить. Ну что, господа, начнем анбоксинг. Дай бог здоровья. Ну что, мужики, при распаковке первое, что нас встречает, какой-то непонятный квадратик. Сейчас мы заценим, что это такое. Это не просто квадратик, пацаны. Под квадратиком спрятано кое-чего другое. Так, я думаю, будет правильно, если я полностью сниму этот пакет. Ты посмотри, это... Здесь таблица умножения, тетрадки, все как надо, окей. Просто, чтобы вы понимали, что я первым делом увидел. Это втулка. Я пока что не могу разобрать, что это за втулка. Но трещит она по-страшному. Послушайте. Я первый раз слышу такой треск. Слушай, до этого докопаться, это надо очень сильно постараться. Потому что настолько все упаковано, очень компактно, очень достойно на самом деле. Фух, ёк-пак, я уже минут, наверное, пять здесь копаюсь. Я не могу достать ничего. Первым делом, пацаны. Педали Merit, как они называются? P1. Сотри, с бирочкой, со всем, чем надо. Эти педали, это копия моих любимых педалей. Эклад слэш. Ну, пацаны, вот что-что упаковал. Это просто я... Понимаешь, я не могу вот такими вот ножницами справиться. О чем тут вообще может идти речь? Пацаны, зацените, я вижу здесь надпись Одиссей. Вот она. Что-то это прям очень сильно крутое. И втулка, и обод. Это и грипсы. Подожди, тут еще и грипсы есть. Так, надо аккуратненько снять хомут. Теперь их можно достать. Ооо. Смотри, они прям под цвет педалей. Вот этому всему, что я отсюда достану, мы отдельно сделаем обзор. Тут даже камера есть. Ля какая. Сейчас мы ее быстренько это освободим от хомутов. Ля какая, зацени. Гоночная. Слушай, на кенду, кстати говоря, не похоже почему-то, не знаю. Ну, не важно, в принципе. Нам очень сильно сейчас пригодится. У нас вообще очень жесткие проблемы с вот этим всем. Это что-то... Это что-то выглядит не как все. Письмо, пацаны. Катайся на этом или устрой розыгрыш. А теперь... А теперь в этой посылке. Заднее колесо, втулка, Magic, RHD, Silver. Надо промав драйвер. А, ну тут он так и это... Орет-то по страшному. Прям нормально, это мы сделаем. Обод Odyssey Aero Space. Какой-то. Мертв. Царство небесное. Ну, слушай, у меня на моем BMX тоже там обода не в лучшем состоянии. Покрышка Sportmaster. Как бы... Ну, Sportmaster не Sportmaster, а на прицеп нам пойдет сам это. Педали Merit P1. Люфт. Но это мы еще проверим. Грипсы Merit Bill Perry. Bill Perry это, по-моему, чувак, который катается и снимает что-то там. О, походу, мужики, еще один обод. Вот Octane 01 Suar Pro 2014 на МТБ. 32 спицы. Окей. Я его, кстати, там даже не видел. Так, дальше у нас Salt Wallon. Ну, наверное, это валон. На переднее колесо. Понял. Разберемся, что это такое. Ну и под конец, конечно же, написал катайся и не ломайся. Пацаны, я думаю, это совет не только мне, но и вам. Это вот письмо. Но я на самом деле сохраню и положу вот вот сюда. Для, так сказать, для лучших времен. Чтоб потом внукам показывать. Наконец-таки я это все освободил. Сейчас будем делать более подробный обзор всего того, что было в этой посылке. Вы посмотрите, какая куча. Это все вот он так запаковал. Я просто... Хомуты, вот это вот все. Это все ради того, чтобы не отправить вот эти обода, педали, грипсы. И у меня нету слов. Я не знаю, что говорить. Это как сильно надо хотеть отправить. Блин, спасибо тебе большое. У меня нету слов. Ну что, мужики, начнем? Начнем с самого интересного. Это вот такая вот махина. Смотри, даже тут камера есть. Она еще и накачанная. Слава богу, у меня вообще, у меня стоит BMX у него и передняя и задняя спущены в жопу. В общем-то, здесь стоит такая же втулка, как стоит и у меня на МТБ. То есть она трещит. Ну, это трещит, конечно, погромче. Но это все из-за отсутствия подшипника в драйвере, насколько я понимаю. Но это я еще не проверял. Также здесь установлен еще и хаб. Это вообще офигенно. Особенно он пластиковый. Вот это вообще топ. Наверное, из-за названия здесь самое крутое. Это Одиссей. Обод Одиссей. Это просто, я не знаю. Пацаны, вот теперь вы мне скажите, мне переходить на этот обод со своих сальт-саммитов или как? Или что? Я просто не понимаю. Одиссей звучит куда более надежно. Но хотя мои саммиты, они такое выдерживали, что дай бог здоровья. Также зацени покрышку. Что-то она нифига никак из спортмастера выглядит. Мне кажется, это на таких в Москве прорайдеры катаются. Вон, Фроське нравится. Ля какая. Фрось, скажи же, вообще офигенно, да? Также здесь у нас присутствует добрая половина спиц, но этого вполне себе достаточно. По поводу втулки, заменить подшипники это вообще не проблема. И именно вот эта вот втулка пойдет у меня на мой BMX, так как на моей втулке появилась трещина. Ну, а теперь мы будем трещать по-страшному. Вот получается, у меня обода хромированные на BMX. Это туда подойдет просто офигенно. И у нас здесь есть еще два обода. Это 24-й, а это 20-й. И, скорее всего, именно вот этот обод пойдет у нас на прицеп. Кто не в курсе, я собираюсь делать прицеп. И для этого прицепа нам как раз-таки нужны одинарные обода, для того, чтобы было полегче. И, конечно же, втулки. У меня есть еще один одинарный обод. Это, насколько я понимаю, сальт. И вот посмотрите, насколько между ними большая разница. Чем, пацаны, шире обод, тем, соответственно, у тебя может стать шире покрышка. Это тоже имеет значение. И, скорее всего, вот эти два обода у нас пойдут на прицеп. Но это еще не точно. Если сравнить два этих обода вместе, можно обратить внимание на то, что у того, который справа, идет такое ребро жесткости по центру. Это действительно играет очень большую роль в его крепкости. Ну вот, нам бы желательно максимально широкие и максимально прочные одинарные обода поставить на наш прицеп. А видео о котором выйдет совсем уже скоро. Просто в идеале, конечно же, найти два одинаковых обода. Как у нас и будет со втулками. Ну и, как я считаю, самый жир. Это 24-й обод, который я поставлю на МТБ. Это даже не обсуждается. Кстати, обратите внимание на вот эти вот непонятные торчащие какие-то круги. Это, на самом деле, усиление для спиц, насколько я понимаю. И это означает то, что обод действительно бронированный, так при этом еще и легкий. И он еще и двойной, смотри. Но мы сюда изоленты намотаем, потому что одна вот такая, это вообще не дело. Теперь у нас аксессуары. Назовем это так. Смотри, с бирочкой все как надо. П1, чтобы это сдачило. Ты посмотри, елки-палки. Они же даже не стертые, офигеть. Эти педали, они пойдут на МТБ. Потому что эти педали, они ему очень сильно нужны. Ой, специально притащил сюда эклад, чтобы мы с вами сравнили. Я говорю, они практически одинаковые со всех сторон. А это означает только одно. То, что мне будет капец, как привычно кататься на вот этих. У нас в комплекте шла, пацаны, камера. Говорю, необычная камера. Сейчас я постараюсь докопаться до названия данной камеры. Может, это... Может, он какой-то необычный. Не, пацаны, вдоль и поперек изучил. Вообще нигде не написано, что это за камера такая. Назовем ее просто ноунейм. Но все равно очень-очень-очень рад, что она у меня появилась. Даже не представляете, как я рад. Ну и, конечно же, у нас вот здесь вот есть такие замечательные грипсы. Билл Перри, да, это, наверное, его промодель какая-то. Он думает, что... Но они мягкие, они довольно-таки мягкие. Пацаны, кто-то скажет, что они в плохом состоянии. Для меня это состояние очень даже хорошее, я так скажу. Грех жаловаться, потому что грипсы стоят вот такие, ну, где-то что-то в районе минимум 700. Ну, прям самый минимум, я не знаю, это очень дорого для меня. От души спасибо большое. Это, я не знаю, что сказать. Это, это все пойдет на МТБ. Педали, грипсы, все это будет на МТБ стоять. Сегодняшний день, без сомнений, мне сделал Петя. Я, наконец-таки, смогу поехать и заснять видео. Понимаешь, в чем дело? Это огромный плюс. Не мог выехать покататься. У меня все колеса были пробиты. И заклеить у меня их не получалось. Но теперь у меня есть. Хотя бы я уверен в том, что одно колесо точно не пробито. Просто сейчас мы делаем телегу. И то, что прислал Петя, нам это подойдет в самый раз. Нам это нужно сейчас, чтобы сделать эту телегу. Потому что, как мы посчитали, телега для BMX нам обойдется где-то, что-то в районе от 7000 и больше. Но мы просто не будем ее делать из говна и палок. И, пацаны, это, наверное, начало новой рубрики «Подарки от подписчиков». Я не смогу принять подарки. Просто потому, что я... Это очень тяжело делать. То есть, представь, человек, мало того, что захотел тебе что-то подарить, да? Он еще и заплатил за доставку. Да как это вообще возможно? Я поэтому говорю то, что для Пети я сделаю такой вот небольшой подарок. В виде стикер-паков. Пяти, десяти в следующем месяце. Ну что, мужики, сейчас поменяем грипсы, поменяем педали. Но обод мы уже поменять сегодня точно не успеем. Это мне надо садиться на часа на два. Потому что здесь такая система. Понял? То на 32, а это на 36. Все поняли, про что я говорю. Пошел процесс. Снимаем педали, снимаем грипсы, одеваем все новое. Эти грипсы у меня снимаются просто одним легким движением руки. И ничего сложного. Принцип здесь очень простой. Просто даешь газу и тянешь ее от руля. Именно так у меня снимаются грипсы на МТБ. У нас произошло недоразумение. Вот эта штука не хочет сниматься. Раскрутить не получается, потому что там все сорвалось нахрен. И в итоге теперь я снял руль и будем ее как-то выбивать. До этого-то все было нормально. Грипсы-то были маленькие. До этого все было хорошо. Но вот теперь грипсы побольше и с ней надо что-то делать. Так, пацаны, все помнят этот рифхак, да? Все. Смотри, как идеально. Вот это да. Вот это совсем другой разговор. Что ж, сколько лет? На МТБ, по-моему, такого вообще ни разу не было. А вот для того, чтобы поменять педали на МТБ, придется откручивать корпус у этих. А ось здесь останется именно от них. Потому что она приварена. Все дело в том, что вот эта вот ось, слава богу, она хорошая, хромолюденовая. Она ходила вот примерно вот так. И поэтому уничтожила резьбу в шатуне. И пришлось их приварить. О, пацаны, зацените, все. Дело в шляпе. Дело сделано. Ну, а теперь... Мужики, ну, а на этом все. Это была новая рубрика. Подарки от подписчиков, либо что-то в этом духе. Название еще будет тысячу раз передумываться. Надеюсь, то, что она вам понравилась. Я очень сильно жду вашего мнения в комментариях. Потому что пока что ничего не понятно. То ли оставлять это, то ли не оставлять это. Круто получилось, не круто, не знаю. Скорее всего, надо было бы это, конечно, съездить, все затестить. Но за окном вы сами видели в видосах, что там метель. А кататься в такую погоду, когда тебя просто сносит ветром, это как-то, ну, как минимум не круто. Но хочу вот вас обрадовать. Следующий видос будет как раз-таки про прицеп для BMX. Он вам очень сильно понравится. Вы не представляете. Спросил сейчас у Пети. Может, давай хотя бы я твой инстаграм в описании ссылку на него дам. И Петя говорит, лучше дай на Fly Riders. Понимаешь, да, насколько человек, он от души это отправлял. А не для того, чтобы пропиарить какой-то инстаграм, либо еще что-то в этом духе. Он отправил это от души. Но я все-таки докопался до его инстаграма, и ссылочка будет в описании. А я, мужики, пошел делать новый видос с прицепом. Чем быстрее, тем лучше. Пытаюсь максимально быстро выкладывать видео, но не всегда это получается. Вот, к примеру, как сегодня. Хотел выложить его пораньше, где-то вечером. Но получилась такая штука, что он выйдет где-то там в 22-23. Но надо как-то приспосабливаться. И в скором времени, надеюсь, что я выйду на график один видос в два дня. Но это будет очень-очень тяжело. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok